Читаем вместе. Продолжаем читать книгу «Библейские принципы здорового питания» автор Дон Колберт. Страница 15. Глава 1. Подумайте о том, что вы едите. Возможно, самый важный шаг в обучении тому, как питаться по примеру Иисуса, состоит в ответе на два следующих вопроса о своей обычной пище. Почему я это ем? Стал бы Иисус это есть. Если вы зададите себе эти вопросы относительно всего того, что едите, и честно ответите на них, то обнаружите следующие неприятные факты. Факт номер один. Мы выбираем большую часть того, что едим, из неблагоразумных, необоснованных и бессознательных побуждений. Факт номер два. Если бы Иисус был на нашем месте, Он отказался бы от большей части нашей пищи. Я настоятельно советую вам серьезно подумать о том, почему вы выбрали именно такой стиль питания. Почему мы предпочитаем ту или иную пищу? Когда дело доходит до выбора рациона питания, наша память работает против нас. Дело в том, что пищевые предпочтения каждого человека формируются в течение первых четырех или пяти лет его жизни. Другими словами, мы всю жизнь будем любить именно те блюда, которыми кормили нас наши родители. Очень часто мы стараемся, чтобы наша еда имела такой же цвет, консистенцию, запах и вкус, как продукты, которые мы ели в детстве. Возможно, это подсознательно мы связываем такую еду с тем беззаботным и веселым временем, тогдашним ощущением безопасности и защищенности. Взрослые люди хорошо помнят вкус и аромат пирожных, шоколадных конфет, котлет, сосисок и других продуктов, которыми их кормили в детстве. Почуяв запах этих продуктов в воздухе, они зачастую не могут устоять перед искушением. Посмотрите, какие очереди иногда выстраиваются перед киосками с подобной едой. Нашим питанием управляют привычки. К сожалению, многие из них хорошими не назовешь. К огромному сожалению, эти вредные привычки мы передаем своим детям. Первое. Подумайте о том, что вы едите. Мы едим слишком много технологически переработанных продуктов. Почти все пищевые продукты, которые мы называем готовыми к употреблению, прошли интенсивную технологическую переработку. Каждый год в США выпускается около 10 тысяч новых видов таких продуктов, 9 десятых которых не выдерживает конкуренции на рынке. Не потому, что они хуже уже существующих с диетологической точки зрения, а просто из-за неудачной стратегии продажи. Другими словами, мы ели бы еще больше переработанных продуктов, будь их реклама немного лучше. Как уже было сказано, в России эта индустрия также развивается высокими темпами. Как врач, я твердо убежден, что любовь к продуктам быстрого питания и зависимость от технологически переработанных продуктов – основная причина эпидемии различных болезней, которые мы видим сегодня в нашем обществе. Вот наиболее распространенные заболевания из этого списка. Излишний вес, сердечно-сосудистые болезни, рак, диабет, гипертония, повышенное содержание холестерина в крови, синдром дефицита внимания, болезни мочеполовой системы, дивертикулез, артрит, синдром хронической усталости, фибромиалгия, алкоголизм и наркомания. И для России и для большинства западноевропейских стран характерен аналогичный набор болезней. В этот список можно включить желудочно-кишечные заболевания, в том числе язву желудка, а также болезни печени и желчного пузыря, астму, остеохондроз, варикозное расширение вен, болезни, связанные с нарушениями иммунной и гормональной системы организма и почти все дегенеративные заболевания. В научной литературе широко обсуждается вопрос о роли питания возникновения наследственных и врожденных патологий. Весьма вероятно, что их появление у потомства тесно связано с диетой родителей. В развитых странах трудно обнаружить семью, где никто не страдал бы одним из таких заболеваний. Еще труднее найти семью, в которой никто не употреблял бы в больших количествах еду типа фастфуд или технологически переработанные продукты. Я думаю, это не случайно. Знаете ли вы, что три самых любимых продукта в Америке это белый хлеб, кофе и хот-доги, сосиски с булками? Наверное, американцы наиболее переедающие и в то же время получающие с едой наименьшее количество питательных веществ нация на земле. В США диета и взрослых, и детей в большой степени состоит из так называемых пустых калорий, высококалорийных продуктов, в которых крайне мало полезных ингредиентов. Вот несколько примеров из длинного списка таких продуктов. Чипсы, газированные напитки, белый хлеб, картофель фри, печенье, крекеры, хлопья с высоким содержанием сахара, маргарин. Вопрос потребления пустых калорий в России остается открытым. Тип питания сдвигается в сторону все большего включения в рацион сладостей, рафинированных технологически переработанных продуктов, которые не могут дать организму полноценных структурных компонентов. Никто не определял, сколько пустых калорий россияне получают за счет высокого потребления такого энергоемкого вещества, как алкоголь. Сейчас он входит в состав разнообразных слабоалкогольных дешевых коктейлей, джина и других напитков, порционные фасовки, потребление которых все время растет. Теперь в моде быстрое питье на ходу, в транспорте, на прогулке часто можно увидеть людей с банкой или бутылкой пива в руке. Мы, врачи, знакомы с проблемой питания не только из медицинских отчетов, мы каждый день видим ее, так сказать, воплоти в своих клиниках и кабинетах. Медики выделяют два типа нездоровой полноты, избыточную массу тела и МТ, и, собственно, ожирение. Избыточная масса тела сравнительно легко корректируется, если человек начинает вести здоровый образ жизни, основными составляющими которого являются правильное питание и физическая активность. Большое значение для выздоровления имеет решение психологических проблем, тесно связанное с духовным ростом, о чем можно прочитать в прекрасной книге Генри Клауда и Джорджа Таусенда «Как люди растут». Тем не менее, избыточная масса тела существенно увеличивает риск возникновения всех перечисленных выше заболеваний. Ожирение является хроническим, прогрессирующим, рецидивирующим заболеваниям, приводящим к многочисленным недугам и требующим длительного, а порой и пожизненного лечения. Помимо медикаментозных методов, направленных на лечение нарушений обмена веществ, одно из главных средств терапии ожирения это нормальное питание и физическая активность. Итак, среди наших пациентов очень много людей, полных с избыточной массой тела и страдающих ожирением, и их число постоянно растет. Сегодня более половины, почти 60% всех жителей США подпадают под эти две категории. Около 30% имеют избыточную массу тела, а 27% поставлен диагноз ожирение. 3% американцев страдают ожирением тяжелой степени, при котором смертность всегда очень высока. Что касается России, то по самым скромным оценкам избыточный вес имеется у 50-60% россиян, а ожирением страдают примерно 25-30%. Наибольшую тревогу вызывают женщины 35-55 лет. В этой возрастной группе избыток веса регистрируется у 75%, а показатель ожирения приближается к 50%. Кроме того, пугающее число детей страдает от полноты или ожирения. В Америке это каждый четвертый ребенок. В России ожирением страдают до 3% детей в возрасте 3-5 лет, 12% 7-8 летних, 18% 9-11 летних и 14% 11-13 летних, то есть примерно каждый десятый ребенок. Как правило, мало кто перерастает это состояние. Абсолютное большинство детей с избыточной массой тела или ожирением сохраняют свой статус и во взрослом возрасте. При этом с годами они еще и прибавляют весе. Проблемы и заболевания у тучных подростков те же, что и у взрослых. Все больше людей, как детей, так и взрослых заболевают диабетом типа А2, возникновение которого напрямую связано с неправильным питанием. До недавнего времени такой диабет у ребенка считался нонсенсом. Теперь же это достаточно распространенное явление. Настолько распространенное, что, например, в развитых странах уже разрабатывают специальные национальные программы по предупреждению и лечению сахарного диабета 2-го типа у детей. В мире бушует эпидемия тучности. По последним оценкам Всемирной организации здравоохранения ВОЗ, более миллиарда человек в мире имеют лишний вес. Эта проблема актуальна независимо от социальной и профессиональной принадлежности, зоны проживания, возраста и пола. В экономически развитых странах почти 50% населения имеют избыточный вес, из них 30% традают ожирением. ВОЗ рассматривает ожирение как глобальную эпидемию, охватившую миллионы людей. Для оценки степени тучности на Западе используется так называемый индекс кетли, индекс массы тела. В России избыточную массу тела рассчитывают при помощи таблиц Егорова Левицкого. Методы и таблицы приведены в приложении. Америка экспортирует свои проблемы. Американские рестораны быстрого питания растут в других странах, как грибы. А чем большее число предприятий быстрого питания в какой-либо стране, тем больше доля тучных жителей и населения этой страны. В Великобритании число ресторанов быстрого питания в период с 1984 по 1993 год почти удвоилось. Количество людей, страдающих от ожирения, выросло в той же пропорции. В Китае за последние десятилетия, то есть в тот период, когда китайцы впервые познакомились с западной едой и стали поглощать ее в больших количествах, стало в три раза больше подростков с избыточным весом. В Японии молодежь и даже некоторые взрослые с традиционной японской диетой из овощей и соевых продуктов, рыбы и цельного риса переходят на питание западными продуктами. В результате симптомы ожирения среди японских детей стали встречаться в два раза чаще. Опасность пустых калорий состоит в том, что они, не способствуя правильному питанию организма, в придачу лишают его запаса необходимых полезных питательных веществ. Часто безудержная потребность в еде служит сигналом недостатка необходимых питательных веществ. Например, простые сахара и многие переработанные продукты не содержат витамина В, а все натуральные углеводные продукты, изготовленные из цельного зерна, содержат его в больших количествах. Когда мы питаемся переработанными продуктами, из которых витамин В удаляется в процессе их технологической переработки и едим много сахара, мы не получаем нужной нам дозы витамина В. Если не принимать пищевые добавки, поставляющие этот витамин, организм будет требовать еще больше углеводов в надежде получить нужное количество витамина из них. Мы едим слишком много сахара и его заменителей. В прошлом году каждый американец в среднем потребил 70 кг сахара. Вообще говоря, потребление сахарозы, обычного столового сахара, в США идет на спад. Зато возрастает потребление заменителей сахара, например, кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, который является ингредиентом многих безалкогольных напитков и другие компоненты переработанных из сладких продуктов, указанные на их этикетках, являются сахарами или содержат сахар, например, фруктоза, глюкоза, декстроза, кукурузный сироп, ячменный сахар, рисовый сироп, мед. Сорбитол, манитол и ксилитон это спирты, которые обладают сладким вкусом, но не перерабатывают с организмом так же легко, как сахара. Чрезмерное потребление этих веществ вызывает метеоризм, вздутие живота и понос. Ко многим продуктам, особенно классифицируемым как не содержащие сахара, добавляют химические подсластители, такие как аспартам, нутросвит, сахарин или спленда. Самый популярный в Америке подсластитель аспартам, коммерческое название нутросвит, он содержит 2 аминокислоты, фенилаланин и аспарагиновую кислоту и почти в 200 раз слаще обычного сахара. В организме аспартам превращаются вещества, идентичные по составу древесному спирту и формальдегиду, вещество, используемое для бальзамирования трупов. Есть данные, что употребление аспартама может привести головной боли, головокружению, изменению поведения, бессоннице, ухудшению зрения, перепадам настроения, звон в ушах, спутанности, сознание, дефектам мозга и врожденным аномалиям. Он не рекомендуется беременным и кормящим женщинам, а также детям до 6 месяцев. Другой искусственный подсластитель, известный более сотни лет, сахарин. Сахарин в 300-700 раз слаще сахарозы, но обычно имеет горький остаточный привкус. Экспериментальное кормление животных сахарином в больших количествах приводило к развитию у них рака мочевого пузыря. Наиболее новый искусственный сахарозаменитель, получивший широкое распространение, это спленда, сукралоза, которая образуется путем хлорирования сахарозы. Риск применения спленды пока не изучался в долгосрочных исследованиях на человеке. Как пишет медицинский вестник лекарств и терапии, данных по риску длительного употребления нет. В большинстве европейских стран употребление спленды запрещено до выяснения безопасности ее применения. Однако в США она широко распространена. Эксперименты на лабораторных животных, мышах, крысах и кроликах показали, что употребление спленды может вызывать серьезные проблемы. 40% атрофию вилочковой железы, увеличение печени и почек, повышение цикального веса, атрофию лимфоидных фолликулов селезенки и вилочковой железе, снижение числа эритроцитов, гиперплазию таза, удлинение периода беременности, уменьшение веса плода и понос. Почти от всех химических подсластителей, особенно от аспартама, может развиться химическая зависимость. Множество исследований указывают на то, что чем больше диетических напитков человек употребляет, тем больше ему хочется их пить. По закону подлости использования химических подсластителей может увеличить потребление самого сахара. В частности, было показано, что применение аспартама увеличивает желание есть сахар. По данным ВОЗ, потребление сахара в России составляет 47 килограммов на человека в год, что в полтора и в 1,3 раза больше, чем США и Англии, соответственно. Структура потребления сахара в России всегда оставалась загадкой. Например, общее потребление сахара в 2000 году было на 500 тысяч тонн больше, чем по официальным сводкам Минсельхоза. При этом население покупает сахара в 1,7 раза больше, чем потребляют все промышленные предприятия. Таким образом, сахар продолжает оставаться основным источником калорий для россиян. Объемы промышленного потребления сахара в России всегда были значительно меньше потребления сахара населения. Разница в структуре потребления сахара между Россией и Западом была всегда. На Западе никому в голову не придет варить варенье или самогон. Местное население пойдет в магазин за джемом или виски. Россияне наоборот предпочтут самостоятельное изготовление этих продуктов. Сахар же главный компонент варенья и самогона, а низкая платежеспособность населения только способствует росту изготовления домашних заготовок. В России 92% семей ежегодно варят варенье. У нас потребление сахара в отличие от потребления других пищевых продуктов не зависит напрямую от покупательной способности, а определяется преимущественно потребительскими предпочтениями. Более того, для людей с низким доходом сахар становится важнейшим источником калорий. При повышении цен на продовольственные товары большая часть населения вынуждена переориентироваться на основной источник калорий сахар. Потребление заменителей сахароза в России пока ничтожно мало по сравнению со столовым сахаром. Однако в последние десятилетия обнаруживает устойчивую тенденцию к возрастанию. Мы принимаем слишком много пищевых добавок. По поводу технологически переработанной еды обычно утверждается, что она обогащена минеральными веществами и витаминами. Однако эти добавки зачастую присутствуют в пищевых продуктах в форме, которая с трудом усваивается организмом человека. Что обычно добавляют в такие продукты? Как правило сахар или иные подсластители для улучшения вкуса продукта, а иногда и для того, чтобы создать зависимость от них у потребителей. Эти вещества, включая сахар, используются в качестве пищевых добавок чаще и больше всего. Они применяются в основном в изготовлении тортов, пирожных, газированных напитков и хлопьев для завтрака. Ароматизаторы добавляются для улучшения или даже создания определенного вкуса. Скажем, большая часть пищевых продуктов, называемых клубничными, совершенно не содержит клубники. Сейчас в продаже имеется более двух тысяч различных ароматизаторов, из которых более полутора тысяч химически и около пятисот натуральные. Для придания продукту товарного вида его окрашивают искусственными красителями. Соль и гидрогенизированные жиры применяются для улучшения консистенции и вкуса, особенно тех продуктов, которые имеют низкое содержание сахара или не содержат его вообще. В большинстве случаев такие продукты не являются низкокалорийными, так как сахарные калории просто заменяются жировыми. Для продления срока хранения добавляют консерванты. Всего в настоящее время широко используется более трех тысяч наименований пищевых добавок. Уверяю вас, что Иисус не употреблял в пищу технологически переработанные продукты или пищевые добавки и не ел слишком много сахара. Его питание было основано на библейских принципах, которые ставят во главу угла здоровья и целостность организма человека. Я совершенно убежден, что если бы библейские правила питания были написаны сегодня, они запретили бы употребление пищи с высоким содержанием сахара, гидрогенизированного жира, соли и пищевых добавок. Диета, основанная на законе Левита. Пища, которую ел Иисус, была основана на законе, данном Израилю Богом через Моисея. Эта пища поставляла его организму вещества, необходимые для поддержания физического и душевного здоровья. Иисус был абсолютно здоров. Важно то, что древние секреты здоровой пищи, согласно которым питался Иисус, могут помочь оздоровиться и нам. Но я ведь живу не по закону, а по благодати, скажете вы. А я отвечу, сегодня Бог дает нам благодать для того, чтобы мы научились его закону и жили согласно ему. Закон, который Иисус выполнил своей жизнью и смертью, дал нам искупление. Нам больше не нужно приносить в жертву животных и проливать кровь для того, чтобы наши грехи были прощены Богом. Своей смертью на кресте Иисус принес жертву за наши грехи. Принимая его жертву, мы освобождаемся от иго-греха и получаем от Бога возможность вступить с Ним в новые взаимоотношения и зажить новой жизнью. Однако, принятие Иисуса как нашего Господа и Спасителя не освобождает нас от соблюдения десяти заповедей. Наоборот, мы получаем возможность желать их соблюдения и придерживаться их в нашей жизни. То же самое справедливо и для других законов Ветхого Завета, которые не связаны впрямую с нашим духовным спасением. Когда мы принимаем Иисуса, у нас появляется желание соблюдать эти законы, и мы действительно соблюдаем их. Апостол Павел в своих посланиях ясно говорит о том, что Иисус не освободил нас от закона для того, чтобы мы продолжали грешить. Мы освобождены Христом, чтобы перестать грешить. Мои знакомые христиане очень мало знают о том, что Ветхий Завет говорит о еде. Они не считают, что им надо придерживаться библейских правил питания, хотя принимают библейские правила морали. Однако о пище и правилах, касающихся и ее приемах говорится уже в первой главе Библии. Изначальный план Бога предполагал наше хорошее здоровье. Согласно первоначальному Божьему плану, человек должен был быть вегетарианцем. В первой главе Библии мы читаем вот «Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный сеющий семя, вам сие будет в пищу». Бытие 1 глава 29 стих. Кроме того, план Бога предполагал, что все животные будут травоядными. В книге Бытие сказано о всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу». Бытие 1 глава 30 стих. Люди, которые жили в то вегетарианское время от Адама до Ноя были долгожителями. Адам прожил 930 лет, Сет 912, Енох 905, Иерет 962, а Мафусаил 969 лет. Это самая долгая жизнь, отмеченная в Библии. После Великого потопа продолжительность жизни человека резко сократилась. Авраам прожил 175 лет, Моисей 120, теперешняя средняя продолжительность жизни 75 лет. Существует много умозрительных гипотез для объяснения необыкновенно долгой продолжительности жизни вегетарианскую эру. Например, утверждается, что содержание кислорода в воздухе до потопа было намного выше, чем сейчас. И наши прародители с каждым вдохом получали намного больше кислорода, чем мы. Другая гипотеза предполагает, что в те времена земля была покрыта слоем влажного воздуха, что привело к повышению атмосферного давления и создало идеальные условия существования для растительного мира и людей. Еще одно объяснение. Растения до потопа содержали гораздо больше питательных веществ. Возможно, что люди, жившие во времена от Адама до Ной, питались овощами и фруктами, обогащенными полезными веществами. После потопа люди начали употреблять в пищу мясо. Возможно, это и явилось причиной уменьшения долголетия. Когда Ной с семьей покинули ковчег, он построил Богу алтарь и предложил ему жертву из чистого скота и птиц. В ответ Господь обещал никогда больше не насылать на землю потоп. Он благословил Ноя и его сыновей, сказав плодитесь и размножайте и наполняйте землю до страшаться и дотрепещут вас все твари земные и все птицы небесные, все, что движется на земле и все рыбы морские ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все, только плоти с душой ее, с кровью ее не ешьте. Бытие 9 глава с 1 по 4 стих. Бог не ограничил питание Ноя и последующих поколений людей только чистыми животными. Напротив, Он указал, что все движущиеся животные могут быть использованы в пищу. Практический смысл этого указания заключался в том, что животные были привезены Ноем в ковчеге и могли послужить едой ему и его семье, тогда как растения надо было еще вырастить. Ведь прошли годы, прежде чем виноградники и фруктовые деревья, посаженные Ноем, стали плодоносить. Мы были созданы всеядными. Человек с момента своего создания был всеядным, то есть мог питаться как растительной, так и животной пищей. Однако наше анатомическое строение лучше приспособлено для питания растительными, чем животными продуктами. У человека 20 коренных зубов, которые используются для размельчения растительной пищи, 8 передних резцов для откусывания кусков фруктов и овощей и только 4 клыка предназначены для кусания мяса. Наши челюсти в процессе пережевывания пищи движутся как в горизонтальной, так и вертикальной плоскостях, а у настоящих хищников челюсти двигаются только вертикально. Длина пищеварительного тракта человека в 4 раза превышает длину тела, что благоприятствует перевариванию растительных продуктов. У хищников пищеварительный тракт только в 2 или 3 раза длиннее тела. Желудок хищников содержит в 4 раза больше соляной кислоты, чем желудок травоядных животных. Поэтому хищники способны быстро переваривать мясо и удалять отходы через короткий желудочно-кишечный тракт. Обезьяны, приматы, гориллы, шимпанзе и другие всеядные животные. Они в основном питаются фруктами и коренями и лишь изредка поедают небольших зверьков, ящериц и яйца. Калорийность животной пищи, потребляемой гориллой и орангутангом составляет соответственно 1% или 2% от общей калорийности их рациона. В отличие от них, человек потребляет больше 50% калорий с едой животного происхождения. Здесь нам есть чему поучиться у обезьян. Кисти рук человека и обезьяна сходны и предназначены прежде всего для того, чтобы собирать плоды, семена, зерна и листья. У нас нет зубов для того, чтобы разрывать мясо. Наша слюна имеет щелочную реакцию и содержит фермент птиолин, способствующий перевариванию углеводов, а у хищников слюна имеет кислую реакцию. Кроме того, почки и печень хищников больше по размеру, чем у человека, чтобы более эффективно перерабатывать избыток мочевой кислоты и азотистых отходов, характерных для животной пищи. Печень хищников выделяет значительно больше желчи, чтобы переваривать мясные продукты с высоким содержанием жира. Наши тела просто-напросто не созданы для питания преимущественно мясной пищей. Кроме того, вспомним, что наши предки питались в основном мясом диких животных, которое содержит мало жира. Так, количество жира в дичи около 4%, а в говядины, полученные от коров, вскормленных кукурузой, 30% и выше. Мясо диких животных также содержит больше естественных полиненасыщенных жиров и незаменимых жирных кислот омега-3, которые способствуют поддержанию здоровья. Зачем нам правила питания? Господь дал людям правила питания, касающиеся чистых и нечистых животных, только во время Моисея, то есть спустя тысячу лет после Ноя. Эти правила изложены в книге Левит 11 глава и Второзаконие 14 глава Можно предположить, что вначале животные не имели заболеваний, вредных для человека, но ко времени жизни Моисея уровень загрязнения среды и заболеваемости достиг такого уровня, что некоторые животные стали носителями опасных болезнетворных микроорганизмов и токсинов. Продолжение следует...